Привет! Как всегда, прямой вид посвященный Новому году. У нас с вами осталось еще несколько вариантов, которые я не успела показать в прошлый раз, с новой коллекцией новогодней. И сейчас я еще сделаю обзор небольшой новинки, 4 гель-лака, которые тоже в тему Нового года будут очень круто смотреться. Смотрите, какой у меня классный фон. Вообще обожаю этот фон. Просто огнище. Как настроение, девочки? Сейчас будем его поднимать. Боже, как хорошо, когда есть фильтры в Инстаграм. Просто. Да, девочки, у нас же с вами остались еще несколько вариантов типс. Они несложные, простые, но у кого есть новая коллекция, возможно, там у вас затык, не знаете, на какую тему пофантазировать с этими цветами, с фольгой. Там же небольшой подарок идет в этом наборе в виде фольги. И сегодня как раз я еще с фольгой поработаю. Кто пропустил прошлый прямой эфир с этим набором, я показывала с фольгой. Тоже такой а-ля Дольче Габбана. С огромными камнями. С использованием фольги из этого набора. Обязательно просмотрите. Я, кстати, до сих пор не сделала маникюр. Это просто какая-то катастрофа. На самом деле мне просто лень выделить время, пойти сходить в салон и сделать, наконец, ногти. Так, ну что, в прошлый раз у нас с вами, но я сейчас все равно покажу, что было в прошлый раз, потому что я уверена, многие не видели эти варианты. Просто любимейшие варианты с гигантскими камнями. Переключаю фон. Так, нужно же фильтр отключить. Сейчас, смотрите на меня без фильтра, девчонки. А, без фильтра. Как грустненько-то без фильтра. Ладно. Так, переключаемся. Ну что, мой бардак здесь. Понятно, что все прям варианты из композиции повторять мы не будем, но кое-что попробуем. Во-первых, новые декорации попробуем. Все равно применить к этому набору другую технику фольги. Потому что в прошлый раз я работала без отпечатывания с фольгой, да? Помните вот эти варианты? Когда мы использовали в чистом виде фольгу, мы ее просто нарезали. Мы делали вот такие камни, и мы делали просто вот такое конфетти. А сегодня мы будем применять это с техникой отпечатывания. Вот. А сегодня мы будем работать в технике отпечатывания. Так, я сейчас чем-нибудь... Зелененьким подсветить надо. Так, ну что. Я предлагаю... Начнем вот с этих сложных. И один вариант вот отсюда я покажу. Ну и здесь больше посмотреть, как работать вот с этой лентой. Потому что она не так проста, как кажется. Хотя на самом деле работать быстро ее. Вкусняшный воск для путикулы. Ой, девочки, я не знаю. Сейчас не смогу вам точно ответить. Камни снова возвращаются. Девочки, возвращается всегда то, что вы показываете клиентам. Запомните. Сейчас выбор в ногтях просто настолько огромный в плане стилистики, что сказать конкретно, что вот прям вот это я буду предлагать только клиентам. И все. Сейчас так не работает. Сейчас нужно смотреть под стилистику каждого клиента. Они все разные. Но в основном, на самом деле, круг клиентов очень похож на вас. В первую очередь, ваши вкусы, как правило, совпадают с клиентами. Вот к вам и клиенты такие подбираются. Потому что есть клиенты, кто любит только, например, Версачи и Дольче Габбана. А есть клиенты, которые скажут, фу, какая бульгарщина Дольче Габбана с Версачи. Какой просто перебор. И скажут, что лучше Валентина и в Сел Лоран ничего нет. Понимаете? Вот элегантность, вот стиль. Так же с ногтями. Кто-то посмотрит на вот такой маникюр Кати Мирошниченко. И скажет, что, о боже мой, опять Мирошниченко с ума сошла. Кто же это будет делать? Вот, понимаете? А у Кати Мирошниченко всегда были именно вот такие клиенты. Которые делают всего и побольше. Чтобы блестело, чтобы за километр было видно, за что деньги уплощены. Понимаете? У меня всегда были такие клиенты. Для них маникюр это статус подчеркнуть, что смотрите, какой у меня маникюр. Что есть вероятность, что он стоит очень дорого. Ну что, поехали. Итак, я сегодня обзор не буду Ричис делать. Кто пропустил, обязательно посмотрите. На той неделе был обзор этой коллекции. Я делала всю выкруску Ричис. Напомню, да, что в наборе у нас идут наклеечки. У нас идут ложечки. Но только они выкрашены, это я уже выкрасила. Наклеечки. И также в наборе идет вот такая фольга бронзовая. Вот такая очень красивая, смотрите, голографическая зеленая. И вот такая красивая красная. Это то, что есть в каждом наборе. Но также мы решили добавить в набор... Это там, знаете, как не угадаете. Кому-то, возможно, попадутся вот такие клепки в наборе. Серебряные. Специально выбрали серебряные. И, возможно, кому-то попадутся в наборе вот такая лента тоже серебряная. Вот сегодня я как раз покажу, как этими материалами работать. Потому что это достаточно... Ну, такие материалы, которые давно в ходу. И вот многие про них забыли. Про металлические клепки вместо страз. И забыли, что вместо шермиконов лент можно также покупать вот такие ленты. У нас в Эмми они тоже есть. Но у нас очень маленький там ассортимент. Там только золото и серебро у нас встречаются. Но если, например, на Алиэкспресс поищите, вы вот таких лент найдете там несметное количество. Они продаются. Я сейчас покажу просто, как ею работать. А ей вообще на самом деле очень классные минималистичные дизайны делать. Я вообще люблю эту ленту. Я поняла, что мы за нее забыли. Привыкли к шермиконам. Я решила в этот Новый год вспомнить об этих лентах. Вот они продаются, ну, в основном золотые и серебряные. В набор, еще раз повторюсь, фольга. Будет в каждом наборе бронзовое, красное, зеленое. А клепки на выбор кому-то попадется. И кому-то на выбор вот такая серебряная ленточка попадется. Так. И еще у нас вышло 4 таких гириллака новинка. Я в конце... Останется время. Я их выкрашу. Мы с вами посмотрим цвета, плотность, как наносятся. Это тоже, знаете, из темы как раз вот этой коллекции Ричис. Но так как в набор нельзя было запихнуть еще 4 цвета, мы решили эти 4 цвета выпустить отдельно. Но они тоже необыкновенные. Так. Принкоты еще есть. Про них тоже забыли. Ну, смотрите. У нас просто принкотов много. Я знаю, по-моему, их в Праге осталось. А у нас в России не так уж и много. Мы, по-моему, их сейчас убрали из ассортимента. Ладно. Давайте не будем сейчас... Смотрите, девочки, я сейчас пока не отвечаю на вопросы. Хорошо, давайте начнем делать дизайн. И я буквально 5 минут и начну отвечать на вопросы. Ладно. Итак. Какой цвет возьмем? Сейчас. Либо 331-й, либо номер 332-й. По-моему, у меня здесь используется 331-й. Да. Такое, знаете, теплое серебро. Получается, видите, под золотой. Текстон очень красиво смотрится. Я еще вот такую тут окантовку прикольную сделала. По желанию, так как это облестки, можно нанести в один слой. Потому что сейчас дизайн будет идти. А если будете делать покрытие, то можно и в два слоя. Ну, хотя мне нравится. Видите, на камуфлирующем гель-лаке можно и один слой нанести. Да. Не сильно плотно и не сильно прозрачно. Хочется прям, чтобы вырви глаз было, наносите в два слоя. Здесь такая слюда мелкого помола. Она очень хорошо выравнивается, не торчит, ложится, очень мягенько ложится. Очень хорошо прям сама выравнивается. И здесь в пару можно сделать вот такой вариант. Знаете, одно время такие квадратные рамки были популярны для оформления всевозможных сертификатов. Я что-то захотела вот такую рамочку, как в пару, к этому дизайну сделать. И как в пару возьмем номер 330 из этой же коллекции Riches. Еще раз напомню. Есть эфир у меня на той неделе. Я проводила распаковку этой коллекции. Выкраску делала. Посмотрите обязательно. Очень удачная коллекция. У нас хорошая обратная связь от наших менеджеров по работе в салонах красоты. Говорят, что вот все цвета, вот все абсолютно шесть цветов классные. Тоже смотрите, здесь интересный такой микс. Здесь аж три оттенка слюды и глиттера. Тоже мягенько ложится, хорошо самовыравнивается. Так, ну я предлагаю второй слой не делать. Хотя либо ладно, давайте второй слой сделаем. Сделали второй слой. Сушим. Дальше нам понадобится теклос. Разводим прозрачный такой черный цвет. Теклос. И берете, что хотите. Возьмите черный гель-лак. Возьмите черную краску. Вот что есть под рукой черненькое. На самом деле не имеет значения. И делаем такой колер полупрозрачный. Делаем колер полупрозрачный. Кстати, был на той неделе, также в пятницу, классный прямой эфир. Насеча Любева вела вязаный маникюр. Я нашла очень классную картинку для идеи с вязаным маникюром. Вот с нашими косичками Нейл Круст. Вот у кого есть этот Нейл Круст в наличии вязаный маникюр, обязательно посмотрите этот эфир. Он был в прошлую пятницу. Он у меня сохранен в ИГТВ. Тоже очень прикольная, нестандартная идея для вязаного маникюра. Офигенско получилось там вообще. Поэтому кто пропустил. А слушай, а пойдем у Насти попроси типсы, я покажу их. Да, прошлую пятницу она проводила эфир. Смотрите, вот так нанесли, кисточку почистили. И вот так вот похлопывающими движениями легенькими можно пройти. Вот так чуть-чуть подразмазать. И самое главное, прозрачный колер сделать. Он тогда самовыравнивается хорошо сам. Видите, легко получается. Сушим. Сушим. И теперь нам нужно наклеить вот эти наши 5D стекло. Смотрите, сколько их вышло у нас в этом сезоне. Они все классные. Вообще вот эти 5D слайдеры, смотрите, они очень самодостаточные. Их достаточно просто приклеить на любой цвет и просто готовые ногти. Видите, окантовка черная и камушки. За счет этого ногти не настолько, знаете, как нарядные. Это вот для тех, кто хочет какую-то новогоднюю тематику, ну, чтобы не было золота и серебра. Смотрите, какие классные абстракции. Смотрите, как прикольно. Смотрите, какие кайфовые абстракции. Сейчас, я не знаю, видно на телефоне, они разноцветные. Такой красивый цвет пастельный. Слегка розоватые, зеленоватые, филитоватые, желтоватые. Прикольный, да? Смотрите, это получается сколько их? Пять штук. Прям запишите. Получается, это номер 21. Называется барокко. Это номер 20. Название я обрезала. Так, это номер 6. Блин, как я читаю вам тут номера. Девочки, emyshop.ru, либо у дистрибьюторов. Это все есть уже в наличии. Так, emyshop.ru. Либо в наличии у наших дистрибьюторов в вашем городе. Вот эти все стеклянные слайдеры, они уже есть в наличии. Они в продажу поступили еще вот буквально у кого-то две недели назад. У кого-то уже месяц продается. Так, и здесь для них мы берем с вами наш обычный топ-слайдер. Можно на весь ноготь не наносить, а нанести только в центре. Ой, нет, зачем топ-слайдер? Простите, девочки. Нам сейчас нужен будет теклос, потому что здесь сначала идет текстон. А текстон мы наносим не на липкую основу, а на топ безостаточной липкости. Я вот тоже на весь ноготь специально не нанесла, а только в центре. И сушу одну минуту. Вот, в прошлую пятницу у нас был вязанный маникюр. Обязательно, кто пропустил этот эфир, заходим в ВГТВ на моем аккаунте и тоже смотрим этот эфир. Смотрите, как необычный, нестандартный. Так, сушим. Теперь берем текстон. Я вам предлагаю текстон взять золотой в данном случае. Вы знаете, да, что текстон золото-серебро продается в наборе. Нет, в которой набор уже... Была же коробочка. Кто опять утащил? Набор текстона хотела показать, как выглядит. И цветные текстоны были. И еще, кстати, напомню, кто просил цветные текстоны, чтобы появились в продаже, что вот сейчас до конца года небольшую партию привезли, потому что мы сами его не колеруем, этот цветной текстон. Мы его готовы закупать. И вот сейчас в наличии на Эми Шоп цветной текстон черный, малиновый и синий. Есть. Вот имейте в виду. Так. И прям кисточкой из флакона все просушили. Текласс. И делаем. Вот так вот, чтобы симпатично было. Все. И сушим. Либо феном мы сушим. Помним, да, что фен. Фен тоже был. Так. Ну, мне сейчас... А, принесешь фен тоже? Вот, кстати, цветной текстон. Тоже есть в наличии. Поэтому обязательно спрашивайте. Эфир... Смотрите, я все эфиры всегда сохраняю. Конечно же, я сохраню. Вот. Короче, кладете либо в лампу... Вот. Ну, от лампы тоже сохнет текстон. Потому что там сразу горячо становится. И он хорошо высыхает. Но лучше в идеале, да, взять вот фен. Вот у меня всегда на работе есть такой фен, который уже, знаете, волосы я им не сушу. Выкидывать жалко. А вот для текстона идеально подходит. Да, феном просто быстрее. Все правильно. Ой, кстати, девочки. Я вам сейчас покажу. Меня, конечно, возможно, ругать будут. Это я сегодня сидела, короче. Уже у нас в финале стемпинг. Поэтому скоро у нас будет тоже стемпинг. Ну, как я и говорила, у нас его много не будет, этого стемпинга. Это я уже, видите, примерно так примеряла, какая коробочка будет. Смотрите, уже выбрали пластины. Как я и говорила, в основном это будут фоновые пластины. Потому что у нас шермиконы большей популярностью пользуются. Кстати, Эми цветочек. Очень многие популярные наши варианты орнаментов. Красочки, кстати, для стемпинга я решила пока 6 цветов сделать. Вот видите, тоже выбранные цвета. Вот, поэтому поставьте плюсики, кто будет ждать наш стемпинг. Вот. Короче, я как всегда, но нет, вот, дозировано людям давать информацию. Я все время много всего показываю. Слушай, потом поменяешь мне вот этот держатель? С ним так тяжело работать. Так, ну что? Смотрим. Текстон высох. Вроде высох. Конечно, сушить надо в лампе минимум где-то 3-4 минуты. Феном намного быстрее сохнет. Вот. И сейчас наносим топ-слайдер. В чем, конечно, недостаток вот здесь топ-слайдера? Топ-слайдер, он сейчас вот поверхность текстона немножко может испортить. Хром сохранится, но вот не такой ярко выраженный хром будет. Поэтому смотрите, что мы делаем. Буквально раз, два и сразу в лампу. Видите? Моментально. Долго не возюкайте, потому что если будете долго возюкать, он прямо начинает плыть. Начинает плыть. Так, а здесь я предлагаю вот такой квадрат сделать. Прикольный. Тоже так вроде как просто смотрится. И так же мне нужно нанести сначала теклос. Тоже нанести теклос. Так, здесь я предлагаю взять... Мне, конечно, вот эти кресты очень нравятся. Прямо в кальфу. В викторианском таком стиле. Вообще, если посмотреть аккаунты наших школ, вот очень многие уже выкладывали прямые эфиры, работали вот с новыми декорациями. Прямо есть много интересных эфиров. Уже девочки мои проводили, инструктора. И вот кто подписан на разные школы ЭМИ, вот обязательно пробегитесь по их прямым эфирам. Слушай, Галь, а покажи мне, дай мне телефон, я сейчас людям покажу, где находить прямые эфиры. Потому что у многих проблема реальная. Не знают, что прямые эфиры, их можно отдельно находить. Так, сейчас я покажу, как с этим стеклом работать. Они очень нежные, поэтому с ними работать нужно очень нежно тоже. Смотрите, их кладем в лампу. Где хранятся все эфиры? Вот смотрите, смотрим мой аккаунт. Вот зашли. Вот здесь вот есть значок, видите, треугольник. Оно и так можно, когда ты листаешь, их видно. Вот там, где треугольники, это все прямые эфиры. Видите, вот где треугольники, это все прямые эфиры. Но я не всегда прямые эфиры в ленте держу. Они просто иногда, ну, не подходит картинка к ленте. И они вот здесь хранятся. Видите, нажимаете на треугольничек, а здесь все-все прямые эфиры. Вот, смотрите, эти косички здесь. Мои домашние эфиры. Вот домашний эфир. Здесь у меня эфир с бабуля. И вот здесь у нас эфир, презентация новогоднего курса. Кто, кстати, пропустил эфир по лакам? У нас убойные лаки вышли, новые две коллекции. Зимняя и классическая. Вот здесь вот Грищенко Наташа работает с лаками. Вот, у меня все батлы сохранены. Видите, вот раз. Вот первый батл, второй батл, третий батл и четвертый батл эфиры. Все сохраняется. Поэтому если что-то пропустили из эфиров, они всегда вот под этим значком хранятся. Треугольничек. Здесь раньше был телевизор у них, видите, а сейчас теперь треугольник. Так, дальше. Почему нежные? Очень тонкая пленка, очень тонкая пленка. Поэтому ультрабонд, когда будете наносить, вот ультрабонд, он может где-то подразъесть сильно вот эти стразики, которые из смолы сделаны. Поэтому сильно ультрабондом, смотрите, девочки, не заливайте. Я обычно вот здесь вот где-то вокруг прохожусь и все. И дайте ультрабонду высохнуть теперь. Прямо через минутку. Только наносим финиш. Вот. И когда финиш наносите, смотрите, старайтесь это делать нежными движениями, чтобы там, где у вас стразики идут, вот эти стразики, прям вот смотрите, не надавливать. Мягенько, аккуратненько вот так проходим. Много топа не наливайте, чтобы стразики красиво торчали. Потому что если надавливать, ультрабонд пленочку где-то подразъел, и вот эти стразы, они могут просто за кисточкой потянуться. Поэтому вот нежно сделали. Все. И нам осталось только окантовку сделать. Сушим. Так. А здесь я предлагаю также взять текстол золотой. Здесь у нас будет прикольный квадратик. Все сделали. Тоже сушим. Вот. А здесь уже по готовому дизайну сверху берете М-пасту, краску без липкости. Краску без липкости. И делаете окантовку. Единственное, сильно тонко не делаете, потому что эта же краска сверху идет. Она, чтобы не стиралась так быстро. Но жирно тоже нельзя, потому что может не просохнуть. Но и тонко тоже я не рекомендую. Вчера, кстати, был хороший прямой эфир по акригелю. Июля Донченко вела тоже, кто вчера пропустил. Обязательно время будет пересмотреть его. Потому что всегда очень много вопросов по акригелю. Обязательно на следующей неделе проведем также акригель, только с верхними формами. Вот. Хотя можно в пятницу, Настю Челюбееву, попросить. Чтобы кто-то тоже провел еще акригель по верхним формам. Так, это М-паста, смотрите, Black Tar. Краска без липкости. Поэтому я ею могу рисовать уже сверху готовых ногтей. Сверху финиша. Давайте я вам сейчас просто положу вот так на экран. И вы сможете сфотографировать. Видите, я брала разные варианты. Я и снежинки, и игрушки брала. Видите, как смотрится. Сфотографируйте себе просто все эти варианты. Конечно, все это клиентам нужно как делать. Берете вот так рамочку. Делаете, на рамочку клеите типсы. И тогда очень прикольно. Ой, кстати, давайте я сегодня повешу ссылку на покупку новогоднего курса. Я периодически вешаю его со скидкой 40%. Давайте я сейчас повешу на несколько суток новогодний курс. Очень прикольно. Делал новый эксперт. Там очень много вспомогательного материала. Нестандартная, кстати, подача новогоднего курса. Вот, мне очень нравится. Он практически весь рисованный. Классный, точно. Сегодня, короче, скидка будет у нас по этому курсу. Да, у меня с акригелем. На зеленом фоне тюбики еще лежат, девочки. Все, смотрите, как красиво. Все, вот этот вариант мы с вами сделали. Так, переходим к следующему. Переходим к следующему. Вот у нас почти мы его закончили делать. Здесь, смотрите, я ничего специально наносить не буду, так как идет сразу у нас здесь шермикончик. Шермикончик квадратики. Они у нас есть черные, белые. Ну, здесь вот классно как раз черненькие приклеить. Кто не в курсе, квадратики мы поставили в основном ассортимент, перепечатали, добавили к этим рамочкам еще заполненные квадраты. Так, и что еще? Давайте сейчас мы перекроем вот так вот теклосом один слой. Сейчас покажу, почему мы сейчас перекрываем теклосом суши. Там прикольно сделать, смотрите, вот я здесь сделала с золотой эмпастой и текстоном. Когда вы берете, где-то поверх мазочки добавляете, и смотрится очень прикольно. Вот, причем мазочки можно сейчас добавить, например, взять джемти. А в принципе нет джемти, которые с блестками набор. Если джемти нет, вот под рукой, я беру иногда вот так теклос, когда мне нужно быстро сделать. И вот давайте тут вот вот так добавим, да? Сушим. Катя, а кружочки, треугольники, шармиконы вернете? Ой, ну нельзя, девчонки, возвращать их, мне кажется, не будет продаж. Вот как-то квадратики, они прям все время стабильно продаются. Нужно попробовать заказать маленькую партию, небольшую. Я подумаю. А каким основной цвет сделать? У меня с этим какая-то проблема. Четыре пальца оставшиеся. Ну смотрите, вот если взять эту коллекцию, смотрите. Вот, кстати, если хотите, вместо теклоса, чтобы прям видно было, хорошо берете джемти гель. Либо вот с блестками джемти гель, его хорошо видно будет под текстоном. Либо вот как я сейчас стекла сделаю. Основные цвета здесь хорошо видно. Здесь можно брать какие-то бежевые, да, чтобы сочетались. Черные, темно-коричневые цвета. Да, такая вот, видите, коллекция блестящая. И хорошо будет сочетаться с черным, с белым и с бежевым. Запомнили? Черный, белый и бежевый. Ну какие-нибудь вот такие оттенки. Видите, вот когда берете бежевый, да? Хорошо же, вот, например, серебро вот такое и золото смотрится с бежевым, да? Хорошо. Там черный взять, например. Черный хорошо подходит к черному с блестками. Да, тоже хорошо подходит. Вообще блестки сами по себе, так как очень яркие и нарядные, для них всегда дополнительные ногти, пальцы могут быть из белого и черного. И все. Когда не знаете, я всегда говорю, берешь либо белый гель-лак, либо черный гель-лак на оставшиеся ногти. Все. Потому что белый и черный он всегда дополнит, но не перегрузит. Сейчас я дополнительно нанесла вот здесь текстом. Вот, пока он у нас высыхает, пусть так сохнет, давайте быстренько вот такие варианты сделаем. Я очень люблю работать с отпечатыванием фольги. Тоже это всегда очень быстро. Для этого здесь я как основу беру просто черный гель-лак. Черный гель-лак сушен. И я вам сейчас два варианта покажу отпечатывания фольги. Там, где жвачка, видишь? А. Пластина уже показала, да, скоро будет. Я вот сегодня сидела, вот весь день вот это ляпала. Смотрите, тут уже наши пластинки. Ну, понятно, я сделала одну пластину. Обязательно кружево-гипюр для... Ну, надо. Кружево, это вот обязательно надо. Тоже я наделала кучу кружева. Понятно, что этот гусиную лапку все это нужно будет. Там и цветочков чуть-чуть наделала тоже. Там все цветочки есть. Это я так, по-быстрому. Жвачку, девочки, берете в гугл, заходите и набираете. Патафикс. Это скотч для бумаги. Прям патафикс. И прям, где купить в моем городе. Город ваш забиваете, там покажут. Вот он продается в канцелярских товарах, очень часто встречается. Часто в мегамагах всевозможных встречается. Либо по интернету рекомендую заказать. Это вообще скотч для бумаги, чтобы стены не портить кнопками. А мастера маникюра для этих... Вот, видите, кто-то пишет, в строительных магазинах продается. В основном это плакаты клеят на этот патафикс, чтобы побои не портить. Так, и второй вариант. Так, ладно, первый вариант. Смотрите, показываю первый вариант. Еще раз напомню, в набор Richie's, потому что мы сейчас работаем Richie's набором, в набор Richie's входит в подарок три фольги. Вот она, бронзовая, зеленая и вот такая красная. Показываю первый вариант. Для первого варианта, б-б-б-б варианта, берем топ-слайдер. Это первый вариант будет. Да, патафикс продается везде. Просто нужно погуглить. Наносим. И смотрите, в моей лампе... У меня лампа новая. Как бы я ее еще, как сказать, не сильно изнасиловала, скажем так. Поэтому в моей лампе сушить полторы минуты, одну минуту топ-слайдер. Потому что он имеет достаточно жирную пленку, топ-слайдер. Вот. Топ-слайдер. Это первый вариант. А для второго варианта, смотрите, вы берете просто черный гель-лак. Это номер 030. Но в чем опасность гель-лака? Если у вас он хоть чуть-чуть не просохнет, и вы, например, чуть толще, чем обычно наносите, и вы отпечатали фольгу, есть вероятность, что потом это все вздуется. Вот. Поэтому с черным надо попробовать. Вот. Нанесли. Смотрите. И отпечатывать мы будем прямо на этот гель-лак. Вот именно на 030. На 030 мы будем отпечатывать тоже через одну минуту. Блин, а я забыла, сколько же одна минута, либо 30 секунд. Ну, 30 секунд в априори мало для просушки цветного гель-лака. Поэтому мы с вами тоже на одну минуту наносим. Все. Здесь топ-слайдер, напомню. Полторы минуты, одна минута. У кого-то, возможно, будет даже две минуты. Это нужно смотреть по жирности с обратной стороны. Ой, ну вы знаете, что в фольгу я люблю работать. Потому что когда-то я известная стала именно благодаря отпечатыванию фольги золотое литье. Поэтому в Эйме всегда очень много фольги продается, материалов для отпечатывания. Какая бы мода ни была, у нас в ассортименте всегда есть эти материалы. Так. И смотрите, здесь ничего сложного нет, потому что фольга, по факту, здесь отпечатана просто кусками. Вот. Просто кусками. Катя, почему у меня в большом наборе только шермикон и ложечки для выкраски? Ммм, возможно. Потому что Ричис, когда выпускали, мы не планировали туда никакие подарки вкладывать. Вот. Не планировали. А потом в последний момент решили где-то фольгу положить, где-то к фольге ленты, где-то клепки. Возможно, я не знаю, может на складе закончилась фольга, и они стали шермиконы вкладывать. Вот. Потому что вот у меня, например, набор, который у меня, у меня шермиконов нет. Нету. Вам прикольно то, что повезло там шермиконы. Есть, потому что шермикон это себестоимости намного дороже, чем фольга. Вот. Но смотрите, эти все цвета, они также отдельно продаются. Если хотите, я в сториз выложу какие-то номера у этой фольги. Вы зайдете на emyshop.ru и сможете купить это просто отдельно. Так, ну я всегда начинаю, смотрите, голографическая. Вся голографическая фольга, она на самом деле очень плохо отпечатывается. И ею еле, если отпечатывать, то это только вот для кусков. Вот только для кусков. Чем можно заменить топ-слайдер, если нет наличия? Можно заменить топом с липкостью тоже. Потому что топ-слайдер, это же топ с липкостью. Вот. Я, видите, первый отпечаток сделала. Очень классно отпечаталась, смотрите, хорошо, да? И пошла вот так вот кусочки. Так вот прижала большим пальчиком, зафиксировала и оторвала. Если фольга не отрывается, значит, либо пересушили, либо недосушили. Одно из двух. Вообще шикарно на топ-слайдер, смотрите. И даже голографика оторвалась хорошо, в принципе. Все сделали. Смотрим с обратной стороны. Это вот вы анализ так дома будете проводить у себя. Смотрите. У меня все отрывается хорошо, и вокруг нет жирных пятен. Если есть жирные пятна, 100% нужно досушивать вашей лампе. Значит, не минута и не полторы, а две минуты. А если, например, давите со всей дури, и ничего не происходит, не отрывается, и при этом поверхность фольги сухая, это значит, у вас пересох топ-слайдер. А если еще вот такой бывает вариант, когда, знаете, давили-давили со всей силы, со всей-со всей силы давили, смотрите, ничего не отпечаталось, а здесь такое жирное-прижирное пятно. Это говорит о том, что вы не просто недосушили, а капец какая жирная дисперсия, что нужно еще сушить. Вот так. Так, что здесь можно сделать? У нас вышли также классные шармикончики новогодние. Смотрите, какие они прелестные. Вот такой шармикон. Я сейчас, наверное, прям даже напишу номера шармиконов, чтобы вы на emyshop.ru нашли. Так, это первый шармикон. Это второй шармикон, слова. Здесь тигра, у нас же год тигра. Смотрите, вот такой тигр. И где мои любимые елочки? Елочки, елочки, только что были. Посмотри, куда я вдела. Бирлянда из елочки. Все, вот это новая коллекция шармиконов новогодних. Вы знаете, мы их всегда чуть-чуть выпускаем, много не выпускаем. И это, какие номера? Это номер 199. Это номер 200. Ой, нет. Вот это номер 200. Вот это номер 201. 201, а это 202. Вот, можете тоже скриншот сделать. Смотрите, номера. В Питере пустота. А узнаю, Галь. Напишу Оле Мельниковой. Спроси, у них шармиконы еще будут новогодние или все, закончились? По-моему, она говорила, что они, короче, запарили склад, но потом все распродали. И сейчас им опять идет большая поставка. Это вот сегодня. Ну, узнай, есть шармиконы у них новогодние в этой поставке? Сейчас мы узнаем быстренько. Так, ну, короче, мне очень нравятся надписи. Решили сделать вот такие со стебом. Постебаться. Прикольные и смешные надписи. Подари мне Санта антидепрессанты. И приклеиваем. Смотрите, я ничего здесь специально не на... А-а-а, испортила, испортила. Сейчас. Ничего специально не наношу, хотя можно было бы теклос нанести, вот как, чтобы сейчас вот такого не произошло, как у меня произошло. Но так как я в центре клею, то, в принципе, я без теклоса обошлась. Прямо на фольгу. Все, и наносим минимум два слоя топа. Так как фольга на весь ноготь идет, поэтому наносим на весь ноготь. И здесь вариант, чтобы была видна морда тигра. Я специально взяла здесь рыжую фольгу. По цвету подходит. Ну и постараться нужно отпечатать... Нет, фольгу на топ-слайдер отпечатывать, либо на топ с липким слоем. Вот я постаралась вот так, смотрите, в центре сделать отпечатывание, чтобы как раз вот так сейчас сюда морду наклеить. Все, и беру как раз то, что я говорила. Здесь их немного, этих морд. Видите, здесь в основном елочки. Вот они у нас в том году были на шермиконе, но их было так мало, что меня все достали вот этими гирляндами, что сделайте отдельный шермикон в следующий раз с этими гирляндами-елками. И сделайте вот эти минималистичные елки тоже в большем количестве. Можно вот такого тигра наклеить. Вот. И как раз вот с этими елками здесь есть тигр. И здесь же тоже можно название какое-нибудь наклеить новогоднее. Здравствуй, жопа, Новый год. Отличное название. Как раз мы его сейчас наклеим. Надеюсь, от слова жопа никто не упадет в обморок. Да, я тоже надеюсь, что от слова жопа никто не упадет в обморок, как было с мужскими шермиконами. От буквы хэ. Все упали в обморок. Причем откуда все знают английский перевод этого слова, если такие приличные? Ладно, Галя, молчи. А то сейчас договоримся с тобой тут. Нас захейтят. Так. Да, меня захейтить. Здесь я все-таки такая барышня. Пофигистка я, скажем так. Все сделали. Здесь просто такое название Мэри Крыс. А здесь здравствуй, жопа, Новый год. Кстати, вот если клиенты не любят блестящую фольгу матовым перекрываете, любая фольга превращается в матовую фольгу, если она глянцевая была. Тоже классно получается. Гулечка моя, может пойду маникюр делать? Да, Гуля. Смотри, я тебе предлагаю вот такой роскошный маникюр попросить у своего мастера маникюра. Смотри. Вот такой. Причем, мне кажется, на коротких ногтях будет очень классно смотреться. Просто в этом случае, когда ногти короткие, можно напополам большие вот такие наклейки клеить. Ну, хотя вот, например, игрушка, снежинка на короткие поместятся. Все, и вот этот вариант у нас готов. Мы закончили с вами с отпечатыванием работать. Вот этот вариант у нас тоже, в принципе, я его забыла. Нам нужно его закончить. Я сейчас перекрою теклосом. Смотрите, девочки. У нас все есть. О, смотрите, нам сейчас руководитель дистрибьюции по Питеру сказал, что шермиконы все есть в наличии. Пришла вторая посылка. Но, скорее всего, сейчас, если вы не купите, то уже больше не купите. Потому что, я так думаю, что сейчас остатки распределили по остальным регионам. Вот кто сейчас вторую посылку заказал из дистрибьюторов. Поэтому Санкт-Петербург. Кто не успел купить? Тигров, елочек. Сейчас скажем, куда обращаться. Сейчас Оля напишет в аккаунт. Какой аккаунт писать? Ну, давай. Покажешь мне тогда, например, в переписке. Так, и здесь тоже предлагаю шермикончик наклеить. Всегда, когда не знаешь, чем дополнить. Клей слова. Елочка, гори. Да, основа декорирования, хоть я этот курс и давно снимала, но на самом деле там информация, она вот как раз самая, что ни на есть, актуальная. Там, чем хороший этот курс. Сейчас, хотя, девочки хотят его перезаписать. Мы сейчас все перезаписываем. Сейчас Азбуку Лини уже переписали. Поэтому, кто курс Платину покупал, у вас автоматически будет новая роспись. С Наташей Коклюгиной мы ее пересняли. Но базовая основа декорирования, я там хоть, конечно, такая блондинка, пепельная, другая совсем, я изменилась за последние два года. Вот, но курс очень классный, базовая основа декорирования. Его, кстати, можно купить отдельно. Вот, у кого хромают декорации, что у вас ничего не держится, не стоит, скалывается. Вот прям рекомендую этот курс. Называется. И стоит он, кстати, недорого. Базовые основы декорирования. Вот, и там я все даю и по работе с фольгой, как я показываю и на типсах, и на руках модели. Вот, чтобы сколов не было. Я вам, кстати, не проакцентировала внимание, что нужно два слоя наносить на фольгу. И обязательно запечатывать торец. Обязательно. У кого есть на платформе азбука, но нет, нет. Вот, кто просто покупал азбуку, нет. Там, скорее всего, мы просто будем предлагать с большой скидкой купить. Потому что все равно он курс новый. По факту это другой курс. Вот. А для платины мы изначально при продаже обещали, что, неважно, сколько лет пройдет, платина будет всегда апгрейдиться и обновляться. Вот в этом плюс этого пакета. То, что всегда у вас будет что-то новенькое. Он себя окупает за первый год. Да, и себя платина, кто прям не ленится, стартует, работает над собой. Платина окупается уже за первый год работы. Так, смотрите, кто из Санкт-Петербурга? Пишет на Эми Петербург на этот аккаунт и спрашиваете вот за шармиконы. Ага, покупала платину год назад, но пока не проходила. Ну, вы что, девочки? Там в платине столько информации. Возьмите хоть что-то там, начните изучать. Те же базовые основы декорирования урок. Откройте и начните изучать. Там месяц клубок подарок. Так, ладно, что? Ну, вот такой вариант у нас тоже. Ой, перезаписать, девочки, это вообще капец. Мы сейчас начали маникюр перезаписывать. Мы уже в холостую перезаписали уроков 10. Нам ничего не нравится, нам хочется сделать идеально. Мы все перезаписываем, потому что мы перезаписывать начали с Наташей Грещенко, с Юлией Донченко. Будет обновлено наращивание и маникюр. Будут очень классные новые уроки. Но пока мы в процессе. Дизайн, слава богу, я сделала. Азбуку линии сейчас домонтируют и обновят для вас. Так, и я вам обещала показать вот эту новинку, вкусняшки. Энджелс называется, это такая мини-коллекция. Продаются поштучно эти гирлаки, прям сфотографируйте. Сейчас я выкрашу их. Они из серии Ричес. Тоже все с блестками. Здесь просто блески и две эмали с блесками. Так. У нас как раз с вами осталось 10 минуток. Поехали. 353. Просто вкусняшечка. Знаете, это для тех клиентов, кто любит просто делать покрытие. И вот что-то хочется новенькое, чтобы было не скучно. Но рисовать и клеить ничего им не хочется. Вот для них классно вот такие покрытия предлагать. Очень нежно. Сейчас я прям поближе, поближе приблизить надо, чтобы вы увидели, какой красивый нежный серебряный шиммер здесь. Ну, в два слоя нормально ложится. Конечно, не в один слой. Так, смотрите. Красиво? Очень. Прямо сейчас много таких клиентов, кто прям вот хотят не просто эмаль, а чтобы она блестела. Это номер 353. А, серебром ленту. Блин. Ладно, сейчас быстренько выкрашиваю, если успею. Ну, успею. 352. Смотрим. Сейчас с лентой покажу, как с лентой работать. Просто многие за эту ленту забыли. Обязательно найдите на Алиэкспресс. Кому попалось в наборе, хорошо. Кому не попалось, ничего страшного. Губки не надувайте, потому что мы это не планировали туда ложить. 352. Обязательно найдите на Алиэкспресс. Эти ленты, они стоят на самом деле не очень дорого. И там объем очень большой этой ленты. Но ею нужно уметь работать. Я сейчас расскажу, как работать ею. Ой, самый красивый цвет номер 352. Да, эти цвета на расхват. Правильно говорите. И, конечно, два блестящих. Вот они не вошли в Ричис. Но очень хотелось эти цвета. Поэтому я сказала, давайте, блин, еще помимо коллекции выпустим. Вообще, такой классный микс. Смотрите, какой... Вот здесь, причем, даже сразу и не въезжаешь, что это за цвет. То ли это фиолетовый, то ли где-то розовинка идет. Что-то коричневатое, черное. Ну, очень красивая подборка шиммера. Вы видите, там вот фиолетовый, розоватый, коричневый. И 354-й. Тоже вот прям, когда смотришь на этот глиттер. Ну, понятно, что глиттерные гель-лаки нужно таким, знаете, с легким моделированием наносить. Просто в два слоя тонких будет некрасиво. Они хорошо просыхают. Здесь можно не бояться. Видите, они хорошо выравниваются. Вот это в два слоя сейчас нанесу, чтобы было видно. Ну, сейчас уже видно, что тут несколько оттенков. Видите, глиттера тоже. Здесь такой персик, золотистый, синий, где-то зеленоватый. На самом деле, когда ты наносишь на камуфлирующий гель, либо базу, даже в тонкий слой эти цвета отлично смотрятся. Вот 354-й. 354-й последний цвет был. Ну, смотрите, новинок почему так много? Ну, мы вот за последние несколько лет поняли, что нам так нравится работать, когда мы делаем хоть какую-то новинку каждый месяц. Поэтому у нас каждый месяц, ну, что-то мы стараемся выпускать. Где-то шармиконы выйдут, где-то какие-то декорации выйдут, где-то гели. Я уже говорила, сейчас линейка расширяется по гелям, моделирующим в банке. Наконец у нас еще камуфляжи выйдут. Потому что у нас самые популярные наши самовыравнивающиеся твердые гели в банках. Все любят ими работать, потому что у них идеальная консистенция, амортизация, и можно делать ногти без опила. Поэтому скоро линейка расширится у нас. По-моему, в декабре выходит новая коллекция гели. Так, показываю еще раз цвета. И сейчас быстро показываю дизайн с лентой. Гели, гели, девочки, цветные гели. Скоро выйдут такой сиреневый, персиковый, такой ядреный розовый. Какой же там? Голубой. Голубой и что-то еще. А, и желтый. Сейчас Настя Челюбеева их дотестирует. И тоже в зиму выпустим еще цветные твердые гели. Как твини с блестками, только без блесток. Все, можете фотографировать. Давайте, считаю до пяти, фотографируем экран. И я ленту показываю, вот этот дизайн. Цвета огонь. Они очень перекликаются с ричис. Просто видите, ричис, все не влезло в ричис. Потому что мы обычно наборы там по шесть, по восемь цветов продаем. Где выкраска ричис? Вот, видите? Они вот прям как продолжение ричис, скажите, подходят. Вот, ну просто не поместилось все. Ой, а лаки какие у нас вышли красивые вообще. Кто пропустил эфир по лакам, посмотрите. Он у меня был две недели назад. Грищенко Наташа вела. Очень интересно провела. Так, ну что, давайте вот этот быстренько. Как раз покажу, как клепки сажать. И как лентой работать. Лента для дизайна ногтей серебряная. В гугле забивайте. На Алиэкспресс, Паскайлик, Валберс. Я уверена, на Валберсе куча этих лент есть. Ну, самые популярные. Покупайте просто золото и серебро. Так, готовим фон. Да, вон, смотрите, вот кто-то говорит, и 70 рублей стоит лента. Да, она недорогая, но ее там много. И вот сейчас вот на Новый год будет очень спасать вас. Как название? Ленты? Ну, блин. А как у нас она? Металлизированная. Металлизированная лента для дизайна ногтей. Я думала, что Энгелс – это продолжение казино. Ну, вообще так и есть. Смотрите. Вот эти два цвета, эмаль, они живут как в казино. Эмаль, но с блестками. И мы сюда добавили еще вот такие. Все. Теперь в Ричис. Сегодня мы этим цветом еще не работали. Роскошный цвет. Роскошный цвет. О, кстати, гель-лаки, смотрите, какие классные. Поставьте плюсики, кто лаки любит. Короче, все, Катя, заканчивать пора. А я лаки начала вам показывать. Вот кто любит лаками работать, ну, просто они необыкновенные. Да, камера не передает. Ладно. Короче, эфир в ленте есть. Обязательно найдите этот эфир. Эфир. Роскошный 332-й цвет. У меня, наверное, пожалуй, это самый любимый цвет из этой коллекции. Ричис. Я вот на Новый год, если буду ногти делать, я, наверное, вот хотела этот сделать и зеленый. Помните, я уже говорила не раз, что хочу из Ричис сделать именно зеленые оттенки. Ну, в любом случае, так как это блески, придется в два слоя нанести. И мы сейчас сделаем вот так напополам. Здесь, конечно, если брать клиента, вверху вы берете отдельную кисть. Сушите. Для ленты обязательно топ Текласс. Смотрите, почему Текласс. Можно взять любой другой топ без липкости, но важно тогда, чтобы он был прям прорезиненный. Вот нужен топ без липкости, чтобы он прям каучуковый был. Вот почему мы на Текласс клеим шермиконы. Вот многие как финиш топ Текласс не очень любят. Говорят, слишком резиновый. Я согласна, что не всем клиентам подходит Текласс. У кого большая нагрузка на ногти, им лучше брать этот ультрашайн топ. Вот. А вообще Текласс идеально для шермиконов и для вот этой ленты. Потому что когда резиновая поверхность, и ты просушил этот Текласс аж 2 минуты, вот она очень хорошо клеится. Прям комфортно тогда лентой работать. Потому что если взять, например, топ с липкостью, просушить и обезжирить, так же тоже можно сделать. Становится поверхность без липкости. И можно так же клеить и шермиконы, и эту же ленту. Но это все не то. Понимаете? Вот все равно не то. Все равно будет, особенно по бокам, по ребрам и по торцу торчать. Все, сушим. Вот. Поэтому здесь я прям вам настоятельно рекомендую Текласс использовать в качестве основы. В качестве основы. Сушим. Кисть скрученная. Что такое кисть скрученная? Катя купила базу лак, и мне пришла с браком. Смотрите. В директ Amy Official World. Ко мне в директ. Присылайте фотографию. И менеджеры, они везде сидят. Они и в Amy Official World, и у меня в аккаунте, и у Веры Мирошниченко. Сидят менеджеры по контролю качества. И они смотрят. Вышлют вам бесплатно. Обмен. Вернее, обменивать не надо. Ничего будет высылать. Просто пришлют вам, отправят вам нормальный вариант. Так, Текласс. И смотрите. Нужно чуть-чуть выровнять поверхности здесь. Чуть-чуть. Перевернули. Замоделировали. И в лампу. Все. Сушим ровно 2 минуты. Смотрите, 2 минуты. Очень важно, чтобы было именно 2 минуты. Так, господи, доставайся. Так, и клепочки. Клепочки, стразики. Ну, просто вот, я уверена, у многих есть эти клепки, лежат, и вы ничего с ними не делаете. Я вам предлагаю на этот Новый год про них вспомнить. Они тоже смотрятся очень здорово. Не хуже, чем стразы. Вот. Смотрятся очень симпатично. Смотрите. У кого, кстати, есть в наличии такие клепки? Я уверена, что у многих есть. Где-то у меня здесь типс был такой красный тоже с этими клепками. А он отдельно был? Да, он отдельно был. Вот. Тоже вот смотрите. Это я из этой же коллекции брала цвет красный. Брала цвет красный и брала 330-ый. Они как бусики получаются. И можно где-то стразик, где-то клепку. В витраже в баночках будут уже... Ну, в прошлый раз я говорила, что конец ноября нам сказали. В конце ноября будет поштучно продаваться в баночках витражи. Кто в прошлый раз пропустил эту информацию? В пятиграммовых, по-моему. Да, в пятиграммовых будет витражи. Будет очень удобно. Единственное, вы должны понимать, что это гирлаковая основа. Поэтому вот так банку нельзя держать. Достали чуть-чуть, поработали. А баночку сразу закрыли. Так, две минуты прошло. Всё, и мне надо, конечно, уже быстрее заканчивать. Потому что так, конечно, долго эфиры никто не смотрит. Ещё эфиры совет вести не больше 30 минут. Я всем советую. Сама нифига не соблюдаю это правило. Сейчас, девочки. Она очень тонкая. Видите, её хватает очень надолго. Удобно, конечно, работать с клиентами. Вот так с типсой очень неудобно. Надо гальмошу так... Чтобы неудобно было. Чтобы она мне не ходила ходуном. Глянь, что пинцет плохой. Я думаю, что такое... Пинцет, видимо, уронили. Поэтому сильно не экономьте. Знаете, многие начинают экономить. И там прям... Притык накладывать это всё. Нормально вот так сделаете сначала. Она очень легко клеится. Именно на теклос. И смотрите, вот постарайтесь вот здесь прям хорошо такими движениями по бокам прижать, приклеить. Видно, хорошо, что она у меня не подскакивает ничего. Почему? Потому что теклос в основе. Видите, всё чисто. Видно, как всё чистенько. Вот сейчас хороший угол. Хорошо видно. Только потому, что это теклос. Если вы возьмёте просто, то побезжирите. Так тоже можно. Вот. Но имейте в виду, могут здесь вот по бокам, где именно под срез они попадают, подтарчивать немножко. Всё. Перекрываете финишем. Вот. Но здесь либо... Знаете, как сделаете? Пройдитесь вот так отдельно торец. Сделайте. Подсушите. Подсушите. А потом уже от кутикулы до свободного края ещё раз проходите. И ещё раз вот в этих местах заливаете. Вот именно вот там, где она идёт под обрез. Вот там, где торец, вот в этих местах. Вот. Где она под обрез идёт. Вот постарайтесь здесь сначала нанести ток, просушить, а потом уже от кутикулы до свободного края запечатать. Ну и, конечно, для клёпок, так же, как и для страз, я рекомендую базу Макси. База Макси, я вообще хочу этот продукт сейчас, мы её, скорее всего, скоро будем снимать с производства, базу Макси. Но я хочу этот продукт, само сырьё оставить и назвать клей гелевый для типс. Шикарная идея, потому что вот, ну, очень многие мастера базу Макси, я знаю, используют как гелевый клей для страз. Стоит железобетонно. Как работаете? Прям рекомендую купить не для моделирования базу Макси, а купить именно под стразы, под клёпки. Я здесь предлагаю только в центре поставить. Вот именно на неё приклеивать здорово. Господи, у меня такой карандашик. Галя, а купи мне новый восковой карандаш, у меня этот уже в ауте. Это когда-то образцы мне присылали, но я когда посчитала себестоимость, я поняла, что мастерам проще на Алиэкспресс эти гелевые восковые карандаши купить. Потому что логотип этот поставить, карандаш превратился в бриллиантовый. Всё, сушите. Сушите. Потом берёте вот так чуть-чуть Т-класса, ну, любого другого топа без липкости. Тоже вот так вот на палитрочку аккуратно выложили. Берёте вот так тоненькую кисточку любую. И топом без липкости проходитесь вот так по кантику. Можно даже сверху чуть-чуть пройтись. И запечатываете. Печатываете. Сюда, как правило, волосы попадают очень сильно. Всё, таким образом будет стоять очень долго и надёжно. Почему не для моделирования использовать Макси? Да, используйте. Мы просто сейчас базы обновляем с Верой Мирошниченко. Сейчас у нас выходит новая формула. Баз жидкая и густая. И вот. И мы хотим эти базы снимать уже с производства. Ну, просто мы их уже много лет продаём. И хочется обновить. Вот. Мы два года вот разрабатывали новую формулу. Поэтому скоро у нас прозрачные базы классические. Гель-лаковые, Эми. Выйдут обновлённые. Мы, скорее всего, названия сделаем новые. Вот. Но вот я вам что говорю. Макси очень классная база. Понятно, что она классно подходит. Это каучуковая база. Подходит не для большой длины. Длина должна быть небольшая. Для моделирования хорошо подходит. Но я её люблю за стразы. Я называю это гелевый клей для страз. Почему ваши базы пекут в лампе? У нас не все базы пекут в лампе. Это смотря какая формула. У нас очень много формул. Вот. Первые базы, да, пекут. Потому что самая сильная адгезия как раз у горячих баз. Потом базы, которые с девятой по двенадцатую базу. Они, в принципе, я бы не сказала, они сильно пекут. Ну, обычная полимеризация. Ну, горячо, но не настолько. Базы, файбербазы тоже. В принципе, они не пекут. Я вообще файбербазы всем рекомендую. Эта формула файбер просто исключительная. Новые базы, эйсбейс, тоже, в принципе, они не горячие. Поэтому баз очень много. Посмотря какими работать. Скоро у нас выйдут прозрачные новые. Вот, они тоже не будут печь. И, в принципе, будет очень хорошая, достойная адгезия. Да, я тоже, девочки, файбербазу прозрачную. Кто вот, кому нужна не горячая прозрачная база с хорошими свойствами, я рекомендую файбербаза прозрачная. Принеси мне файбербазу, я покажу. Вот, поэтому, кому макси горячо, клиентам, да, я рекомендую файбербазу. Так, ну вот, можете сфотографировать варианты, какие можно сделать еще. И все. Ультрашайн топ очень печет, да, да. Поэтому его толсто нельзя наносить. Но зато он как стекло. Он очень хорошо выдерживает нагрузку. Клер, клер нужен. База клер. Вот, смотрите, все, кому наши классические базы пекут прозрачные, вот рекомендую с витамином Е, с кальцием, новая формула, файбербаза клер прозрачная. У нас вообще сейчас рекорды по продажам и постоянно нет в наличии. Сколько бы мы не выпускали этих файбербаз, они у нас очень быстро всегда заканчиваются. Очень классная, универсальная консистенция, прям оптимальная. И волокна выравниваются, их практически не видно. Вы даже не увидите, что там файбер идет в составе, волокна синтетические. Клепки, смотрите, по желанию хотите, можете, в принципе, полностью можно было бы взять и перекрыть. От кутикулы до свободного края топом. В принципе, клепки, клепки, даже, может быть, и хорошо было бы их перекрыть. Если стразы, конечно, их вот так вот по кругу перекрывают. Так, да, я вокруг топом прошлась, клепки. Так, кто-то тут ссориться начал. Клепки надо перекрывать. Файбербазу каким топом перекрывать? Любым. Без разницы, девочки. У нас очень многие любят ультрашайн, кстати. Вы сейчас вот говорили, что печет. Да, печет. Но у нас, несмотря на это, все равно это самый популярный топ без липкости ультрашайн. Просто его нужно тоненько наносить. Если видите, что вы сделали тонкое моделирование, да, и ногти чувствительные, и тонкие, и в этом случае вы ультрашайн нанесли, буквально через 3 секунды возьмите, прервите полимеризацию. Но он так классно блестит, очень устойчив к стиранию. Да, это гель-лак. Есть, конечно, вариант, когда умудряются и ультрашайн клиенты убить. Но из всех топов он самый роскошный по устойчивости. Плюс блестящий. Да, горячий. Потому что стеклянный. Стекло, оно, конечно, дает сразу выхлоп тепла. На что клеить слайдеры? На топ-слайдер. Я уже говорила. На топ-слайдер. Клеить слайдеры. Да, не все базы пекут. Смотрите, вот базы, которые тоже наши классические, одни из первых выходили. Это базы, вот, значит, получается, базы с первую по восьмую пекут. Пекут. Но у них самая бешеная адгезия, вот у этих баз. Особенно, которая base emilac, жидкая. Ее даже для протезирования эту базу используют. Но она, да, горячая, потому что адгезия высокая. Потом базы идут с девятой по двенадцатую. Они менее горячие. Ну, как бы тепло, но я, ну, как бы терпимо. Потом идут файбербазы. Ой, господи. Файбербазы. Вот, они, в принципе, ну, не знаю, мне кажется, они не горячие. Но, опять же, все зависит от ногтей. Есть такие ногти, у которых даже не горячая база, она ей будет все равно горячо. Вот, файбербаза. Вот сейчас ace base классные базы. Ну, там только, там нет прозрачной. Вот, ace base классные. Вот. Так. Средний, жесткий. Да, все правильно. Смотрите, с первой по восьмую базу они такие каучуковые. С девятой по двенадцатую базу, в принципе, формула очень похожа. Это разные, кстати, две формулы, абсолютно разные. Я бы сказала, да, они ближе к жестким базам. Вот, с девятой по двенадцатую. Файбербаза, она очень хорошо амортизирует, но она не дает усадки. И вот нельзя сказать, чтобы она каучуковая. Нет, она не каучуковая. Вообще, она роскошная. Девочки, у нас самый популярный продукт – это файбербаза. Хотя, вот очень часто бывает, там пишут, что, а вот у моих клиентов ни у кого не стоит файбербаза. Вот. Но если брать в процентном соотношении, блин, ну это самая роскошная база. Под файбербазу не нужна подложка. Под файбербазу не нужна подложка. Под эйсбейс не нужна подложка. Под эйсбейс. С девятой, оно и с первой по восьмой, с девятой по двенадцатой тоже, в принципе, подложка не нужна. Но, но, вы же понимаете, что вот чтобы стопроцентная гарантия была, тут же пигмент везде цветной идет. Он препятствует адгезию. Всегда берут вот либо бейс эмилак тонким-тонким слоем наносят, а под файбербазы берут файбербазу прозрачную. Клер наносят тонким-тонким слоем. Самый популярный продукт сейчас прозрачная файбербаза. Просто идеально самовыравнивается. Можно сделать небольшую длину, можно сделать большую длину. Ну, вот сейчас вот кто-то пишет «Победа». Я что-то не подружилась с файбербазой от слойки у всех. Посмотрите, возможно, вам нужно прозрачный слой файбербазы наносить. Вот. Вот кто-то пишет «Файбербаза огонь». И я так не поняла, что делаю не так. Пишет Натали Нелларда. Что Натали писала? Блин, комментариев очень много. Я их просто физически не успеваю все читать, девочки. Блин, мне надо выключать эфир, иначе я боюсь, что сейчас просто я его не сохраню. Так, Натали, повтори последний раз свой вопрос. Отвечаю на твой вопрос, и я выключаюсь. Видите, у вас тут два гларги. Файбербаза плохо носится, стоит отлично. Да, файбербазы сделаем обязательно цвета дополнительные, но уже, видимо, не в этом году. Да, кстати, если вы плохо сушите базы вообще любую, и лампа, например, уже слабенькая, то нужно сушить, время увеличивать, больше двух минут сушить. Я говорила, что у файбербазы от слойки от кутикулы почти у всех. От кутикулы. Смотрите, Натали Нейларт. Вам тогда нужно взять и прислать мне хотя бы пару фотографий, чтобы... Причем фотографии не только фаз, а сбоку, чтобы я посмотрела, какая толщина возле кутикулы. Потому что это тоже имеет значение. Какое было сделано моделирование по кутикуле, по вростам. Вот. Пришлите тогда... Я вам тогда смогу точно анализ провести. Потому что, видите, ну, как сейчас сложно сказать, почему. Вот. Вообще, честно говоря, базы гель-лаковые. Неважно, какая фирма, на самом деле они очень редко дают отслойки возле кутикулы. Правда. Поэтому, если идет отслойка, вот пришлите фотографию, я тогда точно скажу, что, возможно, все-таки, ну, толстовато возле кутикулы. И там, знаете, бывает совпадение, что ты взял, взяла новую базу, а на самом деле ты еще параллельно взяла новый обезжириватель. Ну, короче, какое-то средство у тебя еще параллельно новое появилось. И не то, что новое, а, может быть, там, из новой партии. И что, наверное, что, возможно, дело не в базе, например, а там, например, в этом обезжиривателе, что этот обезжириватель с этой базой не дружит. Ну, это я как пример, как теоретически. Смотрите, Натали, у нас скоро выйдут новые базы прозрачные, жидкая и средняя вязкости, как медиум. Это будет новая формула с новым составом, прям с очень крутым составом. Они как раз будут практически теплые, они будут не горячие, у них будет очень высокая адгезия, они очень хорошо будут амортизировать. У них будет классная жесткость, такая прям классная. Вот, возможно, вам эта формула придется больше под вкусу. Все, девочки, всем большое спасибо за внимание, всем пока, увидимся с вами, не знаю, когда. Но на этой неделе, скорее всего, будет точно еще один эфир, кто будет вести, не знаю. Возможно, Настя Челюбеева в пятницу, возможно, я. В четверг, кстати, я буду вести эфир по базовой художественной росписи на аккаунте. Смотрите, вы знаете, что у нас есть аккаунт Эми Онлайн. Я не помню, как через так или вот так пишется. Нижнее подчеркивание. У нас сейчас там каждый день идут эфиры. Вот я в четверг буду здесь вести, в четверг. У нас ведут сейчас все эксперты Эми Онлайн на этом аккаунте каждый день всевозможные эфиры. Все, всем пока-пока, девочки.